Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Под прошлым роликом с обновлением мы набрали действительно большое количество лайков, и в честь этого, дорогие друзья, я предлагаю поставить лайк, потому что у нас начались летние каникулы, и чтобы они были самыми лучшими в этой жизни, просто поставь лайк на удачу. И у тебя обязательно будет всё отлично, ну а если проигнорируешь, то пеняй сам на себя. Будем продавать ненужные тачки, всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру GTA Online 5 на телефоны, или как её ещё любят называть, ну точнее, как её вообще название, One State. Но перед тем, как мы начнём, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадёшь в моё новое следующее видео. В общем, ребята, давайте начнём. Для начала, чтобы избавляться от тачек, которых я понапокупал, опа, 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 мусоровоз едет, аккуратненько, которые я понапокупал, нам нужно найти утилизацию автомобилей на карте. Всё, в принципе, я её нашёл и теперь нужно за ней следовать. Что я вообще хочу делать? К чему это вообще всё идёт? Да, к тому, что, дорогие друзья, сейчас, собственно говоря, вчерашнего дня у меня появилось очень большое количество машин. Некоторые я подарил подписчикам, некоторые я оставил. И сейчас я вот эти вот, которые оставшиеся, я решил продать в утилизацию, чтобы у меня появилось новое место. Потому что на Ламбе я сейчас кататься не могу, на некоторых тачках тоже, потому что у меня мест в гараже вообще нет. И поэтому мне нужно сначала продать те, которые у меня остались из кейсов, и потом купить уже что-нибудь новое. То есть, реально, у меня уже миллион рублей есть, денюжек, и теперь мне нужно просто продать все старые, посмотреть, сколько я вообще с них заработаю, и тогда будет вообще всё круто. Поэтому давайте вот сейчас отправляемся туда же, к утилизации. Нам осталось ехать всего лишь на 340 метров, это не так уж уже и много, практически, доехали-то. И сейчас мы с вами отправляемся вот сюда. Да, я смотрю, тут столпотворение, прям очень много народу хотят утилизировать тачки, или что это такое, ё-моё. Слишком много народу, слишком много народу, окей. Что-то они все в ряд встали лесенкой. Так, ну мне в утилизацию вот сюда. Так, отлично, продаем 225 тысяч, изи, отлично, 225 тысяч уже. Кстати, замечательно, уже у меня практически миллион триста, это замечательно. То есть, уже у меня будут деньги на покупку какого-то более крутого автомобиля. Сейчас будем продавать дальше, смотреть, что у меня ещё там есть. Давайте продадим ещё одну Mazda 6, вот эту вот, которая вот у меня осталась. Да, вот эта вот красненькая прокачена. Интересно, посмотрим, за сколько я её смогу продать, дороже ли, чем вот ту, потому что если 220 вот та стоила, грубо говоря, где-то, а вот эту это прокачивал, цвет покупал. Ну-ка, будут ли какие-то изменения в продаже? Давайте взглянем. 225, да нет, всё так же. Вполне всё так же. Так, у меня уже полтора миллиона. Отличненько. То есть, уже большую часть тачек я, ну как, продал. Там у меня ещё осталась семёрка. А, и ещё какая-то вот эта иномарка. Да, иномарка, да. Поэтому давайте сейчас разберёмся, что тут ещё я могу продать. Так, чувак, вот это я понимаю, как же ты ездишь идеально. Просто на тротуар заехал и каким-то образом меня ещё дотронулся. Ну ладно, бывает такое. Так, атакана Чарита. Вот эту вот тачку мы тоже продаём. Я вообще без понятия, сколько она будет стоить. Она такая вот, блин, вот вообще не нравится. Не то, чтобы моделька некрасивая или что-то такое. Вот просто сам по себе автомобиль, ну, такой себе. Прям такой себе. Ну, это какой-нибудь девчонке кататься, может быть, тогда да. А пацанчику, конечно же, вообще это не будет подходить. Поэтому давай. Так, этот чувак что, на утилизацию приехал? Или что он хочет? Так, а ну-ка, сдвиньтесь. Утилизацию приехал. 60К, всего ли 60К? Да приора даже. Э, ты чё, зачем вы стреляете? Я не понял. Вот это я не понимаю, для чего это игроки это делают. Странно. Я вообще никому ничего плохого не делал. Но вот меня стараются каким-то образом задеть. А, собственно говоря, чё-то вот подстрелять. Но вот непонятные вообще люди. Вот для чего это делается? Да, вообще непонятно. Да, найс, отлично. Да, попался какой-то действительно злой игрок, который просто нейтрализировал меня. Теперь я сейчас появился в больнице. И мне придётся теперь ехать через весь город в утилизацию тачек. Потому что мне осталось продать всего лишь одну семёрку. Я не знаю, почему он так сильно разорился на меня. Возможно, это какой-то агрошкольник. У него просто плохое настроение. Может, мама поругала, либо что-то ещё. Но даже разбираться в этом не хочу вообще. У меня нет времени даже, чтобы понимать его вообще вот эти вот рассудки. Всякое такое. Поэтому давайте вот выходим уже из больнички и побежали быстрее на спавн автомобиля. То, что мне нужно. Давайте сразу заспавним ламбу, потому что теперь я уже могу на ней ездить. И мы доедем на ней до туда. Потому что это действительно топ-тачка, на которой я смогу быстренько всё это сделать. А, так тем более утилизация автомобилей совсем за углом. Поэтому да, все сразу начинают говорить. Ой, что это за ламба у тебя крутая? Ё-моё. Там всё понятно. А, тут все с пушками бегают. Всё понятно. Тут, видимо, такие все. Вот. И опять. Опять какая-то стрельба идёт. Я не понимаю, зачем. Видимо, какой-то просто игрок такой вот странный. Который просто берёт и по всем стреляет зачем-то. Видимо, ему правда скучно. И он хочет привлечь к себе внимание. Да. Ну, у него практически получилось. Окей. Тогда давайте побежали опять же вот сюда. К покупке. Ну, точнее, к спавну автомобилей. И выберем семёрку. Потому что сейчас мне она уже не нужна. Посмотрим, смогу ли её продать дороже, чем... Ой-ой-ой. Чё это с ней? Она так дымится сильно. Неужели у неё так всё плохо с движком? Так, давайте быстренько её ремкомплект починим. Всё, чётенько. Отличненько. Так. И теперь надо вырулить туда. И посмотреть, за сколько я её смогу продать. Потому что, блин, вот эта семёрка, ну, обычная тачка. Да, такая вот. Но будет ли она дороже вот той иномарки? Давайте это сейчас проверим. Так. Вот чуваки зачем-то тоже меня поддевают. На утилизацию приехали. Продавать будете? Да. Красавчик. Продал. Отличненько. И я продам семёрку. 255 тысяч. Понимаете? То есть, это вот... Чё за цена за семёрку? Вон ту штучку, ту тачку, вот эту иномарку я продал за 60к. Семёрку за 250к. Изи, просто баблишка. Вот я бы ещё хотел бы вот эту семёрку продать, тоже ещё 250к забрать. Короче, у меня теперь на руках миллион восемьсот. И это значит, что я поеду покупать себе какую-то новую тачку. Поэтому, дорогие друзья, обязательно переходите по ссылочке в описании, качайте OneState и начинайте играть вместе со мной. Потому что игра абсолютно бесплатная. В ней нет никакой-либо рекламы. И ты можешь начинать играть прямо сейчас. Потому что она идёт на любой смартфон. Как на Android, iPhone. Разницы нет. Просто, когда ты на ссылочку в описании нажмёшь, у тебя либо откроется Play Market, если Android, а если iPhone, то App Store. И начинаешь качать. Абсолютно без проблем. Любой телефон подойдёт, даже самый слабый. И в любом случае подойдёт. Поэтому, ребята, в принципе, на этом всё. Кодовое слово в этом ролике. Пускай будет продажа тачек. Все, кто напишет слово продажа тачек, обязательно попадёт в моё новое следующее видео. Ну, а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Лич. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И всем до скорых встреч.